Восстановление сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны, 27 лет службы в пограничных войсках и три пройденных моря – Черное, Каспийское и Баренцево. Это лишь часть заслуг мичмана в запасе Михаила Меркулова. Ему 95 лет и в июне этого года он был вынужден переехать в Анапу из-за разрушений ВСУ Каховской ГЭС. Вместе с дочерью Татьяна его поселили в одном из пунктов временного размещения. А мэрия курорта совместно с благотворительной организацией, узнав о проблемах ветеранов передвижения, незамедлительно закупили для него инвалидное кресло и ходунки. Позаботились обо мне, приехали. Я очень доволен. У меня уже настроение поднялось еще выше. Да подулка, как говорится. А вот в семье Гиты Муратовой трое детей. И помощь требуется самому младшему Алиму. Мальчику с самого рождения трудно ходить, поэтому гостей с новым подарком коляской встречают с улыбкой на лице. По словам мамы, теперь сынок наконец-то может с легкостью гулять на улице и добираться до моря. Спасибо. Мы очень благодарны вам. Дай Бог вам здоровья всем вашей команде, что вы у нас есть. На сегодняшний день местные власти на постоянной основе фиксируют и решают самые разнообразные вопросы жителей присоединенных территорий. Это тоже наши сограждане. Это те люди, которым наше государство оказывает помощь, администрация, наш благотворительный фонд «Берег жизни». Мы не оставляем этих людей. Понимаем, что сейчас у них непростой период их жизни. Мы их не бросаем, мы им помогаем. Стараемся поддерживать и по мере сил решать какие-то их проблемы, трудности.